МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Елена Решетникова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Без поддержки не оставим. Для бойцов СВО подготовили очередную партию гуманитарного груза. Грибы нашли, а дедушку потеряли. В Чамзинском районе полицейские помогли пенсионеру вернуться домой из леса. Трудовое лето на краю света. Из Саранска на Камчатку и Сахалин отправился путинный отряд. Музей в лучах прожектора. В Мордовии стартовал проект, цель которого привлечь внимание к истории Родины. Ашо-Лисьма в Большеберезняковском районе прошел приуроченный ко дню семьи культурно-спортивный праздник. Мордовия продолжает помогать героям России, нашим военным. 11 июля из республики в зону проведения спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи. В ней все самое важное и нужное. От предметов быта до современного оборудования, особенно необходимого на передовой. Юлия Мамаева и Станислав Семин следили за процессом отправки и готовы рассказать подробности. Мордовия помогает нашим военным и жителям новых территорий с самых первых месяцев проведения спецоперации. Однако каждая отправка гуманитарного груза все-таки особенная. Посылки из родной республики всегда формируют с особой любовью и заботой. Главная задача максимально отработать заявки защитников Родины. Отправляем все, что нужно для быта. Вот видите, сетку рабицу грузят и стиральную машину погрузили. Запросы идут совершенно разные, не только бытовые, но и для оказания помощи, для ведения каких-то маневров. Все, что необходимо, все мы отправляем. Мы не только отправляем груз туда, но и решаем проблемы наших бойцов, которые уже прибывают сюда совместно с фондом защитники Отечества, совместно с военкоматом нашей республики, совместно с комитетом семей защитников Отечества. Особое место в каждом гуманитарном грузе занимает современное оборудование, которое так необходимо при выполнении боевых задач. Защитникам Отечества передают квадрокоптеры, приборы ночного видения, рации и другую нужную технику. Средства на приобретение важных посылок в региональное отделение Российского фонда мира отправляют как представители организаций и предприятий, так и просто неравнодушные жители Мордовии. Благодарность всем тем, кто помогает. С октября прошлого года собрано более 126 миллионов и из них уже более 95 миллионов потрачено на закупку обмундирования, оборудования, инвентаря. Еще раз всем спасибо, низкий поклон. Свою гуманитарную миссию в Мордовии обязательно будет продолжать. Сбор средств для формирования помощи военнослужащим российской армии идет дальше. Реквизиты для перевода остались прежними. Важна посильная помощь каждого. Ваше участие – бесценный вклад в приближение победы. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Отправились за грибами и потеряли в лесу дедушку. Вот таким коротким и тревожным был рассказ одной из чамзинских семей о неудавшейся тихой охоте. К счастью, на помощь оперативно пришли полицейские. В тот же день пенсионера обнаружили. Подробности этой истории расскажет Вячеслав Кузьменко. Поселок Калиновка в Чамзинском районе окружают густые леса. Местные жители пользуются дарами природы. И на этот раз ничего не предвещало беды. Туда-сюда, а где дед? А дед-то где? Дед-то где? Ну вот и дед что-то потеряли. И начали деда искать. Искали, искали, искали. Все бесполезно. Родственники позвонили в полицию. Правоохранители сразу же отправились к месту событий. Полицейскому кинологу Евгению Рускину помогал его четвероногий напарник, служебный пес. Именно они и обнаружили заплутавшего грибника во враге поросшим бурьяном. За 30 минут до наступления темноты потерпевший, находящийся в беспомощном состоянии, был обнаружен на дне врага, который не мог самостоятельно передвигаться и каким-либо образом подать сигналы бедствия. Стражи правопорядка вывели из леса обессиленного мужчину и оказали ему необходимую доврачебную помощь, после чего передали родственникам. Большое спасибо, конечно, сотрудникам. Прям огромная-огромная благодарность, что есть такая служба, что есть служба, которая заботится о людях. Приехали. Можно сказать, старым человеком, но все прям активно сразу взялись. Очень большая благодарность. В настоящее время жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает. Но этот поход в лес он запомнит надолго. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Вода из крана привычная, но абсолютно необходимая каждому человеку удобством. Обеспечить новостройки этим ресурсам задача первоочередной важности. Без этого ввод в эксплуатацию и комфортная жизнь просто немыслимы. Не менее значимые сети водоотведения. Как идет прокладка коммуникаций к новому микрорайону Химаша, готовы рассказать Дарья Боронина и Дмитрий Малахов. Там, где еще недавно было поле, сейчас красуются больше десяти новеньких многоквартирных домов. Речь про один из микрорайонов, возведенный в северо-восточной части города. А попросту на Химаша. Дома здесь красивые и современные. Над инфраструктурой тоже обещали потрудиться. Ну а пока для комфорта жильцам не хватает одного из основных благ цивилизации – воды с доставкой на дом. Точнее, водопровода. К его проведению на участке квартала от улицы Косарева до северо-восточного шоссе приступили в марте 2023 года. Строительство выполняется в рамках федерального проекта «Жилье», «Нацпроекта», «Жилье и городская среда». Заказчиком данных работ является казенное учреждение городского округа «Саранск», городская служба заказчика по капитальному строительству. Подрядчиком является Саранское водопроводно-канализационное хозяйство. Протяженность сетей канализации будет составлять 4542 метра. Стоимость контракта – 45 миллионов 900 тысяч рублей. Протяженность водопровода будет составлять 6428 метров. Сумма контракта – 110 миллионов 900 тысяч рублей. Цена вопроса серьезная, но и объем работ большой. К тому же от их качества зависит и качество жизни целого микрорайона. Частота воды из крана и срок безремотной эксплуатации труб. От нового микрорайона их прокладывают для подключения к уже имеющимся коммуникациям. Соответствующие работы уже идут на улицу Сущинского. Специалисты заверяют – неудобства для местных жителей сведены к минимуму. А мощности магистрали позволяют без перебоев обеспечивать водой и новый и новейший химаш. Дарья Баронина, Дмитрий Малахов – Народные новости. Побороть страх публичных выступлений, узнать, как проходит законотворческий процесс, научиться представлять себя и свои идеи в медиапространстве. Все это смогли сделать участники второго сезона образовательного проекта «Школа политического лидерства». Он стартовал в декабре прошлого года, а 11 июля были подведены итоги. Ирина Семенова и Александр Овчинников расскажут, что ждет тех, кто смог отличиться. Встречи с депутатами, представителями органов исполнительной власти, общественными деятелями и экспертами в области медиакоммуникации. Полгода теории и практики – все для того, чтобы развить свои лучшие качества и применить их во благо своей республики и страны. «Школа политического лидерства» – совместный проект «Молодой гвардии Единой России» и «Госсобрание Мордовии». Он собрал самых активных студентов и школьников. Посетили Центр управления регионом, были в пресс-центре Республики Мордовия и множество встреч с действующими депутатами Государственного собрания Республики Мордовия. Участники получили огромный опыт в общественной деятельности. Действующие депутаты им подсказали, как нужно вести себя на публике, как общаться с людьми и как можно решать насущные вопросы людей. О карьере парламентария задумываются далеко не все молодые люди, но полученные знания. Применить в любой области точно сможет каждый. Очень много нам рассказали о политической деятельности. И в дальнейшем, я уже заканчиваю 11 класс, поступление, и я выбрала такое направление, как реклама и связь с общественностью, что может быть как-то и связать можно будет и с политической деятельностью в будущем. Итоги подводили в диалоге с председателем Государственного собрания Мордовии. Владимиру Чебиркину задали вопросы о его политической карьере, обращались к опытному парламентарию за советами. Беседа получилась открытой и дружеской. Самое главное, научились работать в команде. Вы получите сегодня сертификаты, которые будут документально подтвердят вашу инициативу в общественной деятельности. Послужат, наверное, дальнейшим шагом в той вашей не только общественно-политической деятельности, но и в карьерном росте. Те, кто за полгода обучения смог отличиться и проявить свою активную гражданскую и политическую позицию, попадут в главный законодательный орган страны. Лучших из лучших уже на следующей неделе ждет экскурсия в Совет Федерации и Федерального собрания России. Возможность стать участником школы политического лидерства активная молодежь получит вновь. Третий сезон проекта стартует в сентябре. Ирина Семенова, Александр Овчинников. Народные новости. Количество обращений снизилось, но нарушения по-прежнему встречаются. В Республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы подвели итоги работы в первом полугодии 2023 года. Руководитель территориального органа Елена Лапицкая озвучила основные показатели, а также разъяснила некоторые тонкости антимонопольного законодательства. С начала года специалисты Мордовского управления антимонопольной службы успели рассмотреть 157 дел об административных нарушениях. В результате наложен 61 штраф, общая сумма 1 миллион 789 тысяч рублей. С января по июль сотрудники УФА с Мордовией рассмотрели 40 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства. Рассмотрено также два антимонопольных дела в отношении органов местного самоуправления, еще два дела по признакам злоупотребления хозяйствующими субъектами на стадии рассмотрения. Продолжается курс на предотвращение нарушений. В первом полугодии 2023 года УФА с Мордовией выдало три предупреждения, которые компании и органы власти смогли быстро исполнить и избежать крупных штрафов. В остребованном оказался механизм быстрого обжалования результатов торгов. Это помогает предпринимателям развиваться в честной и конкурентной среде. В управлении было рассмотрено 47 жалоб на нарушение процедур торгов, проведение которых является обязательным, что в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. По итогам их рассмотрения было бы на 9 предписаний. Помогает предпринимателям в непростых экономических условиях сегодняшнего дня и моратории на плановые проверки субъектов малого и среднего бизнеса и серьезные ограничения плановых выездных проверок. Эти меры поддержки продолжают действовать в 2023 году. Есть и другие антикризисные меры. На уровне правительства Российской Федерации был разработан дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости. Было принято соответствующее постановление. Данный механизм предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения такой необходимости заключать соглашение с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые удовольственные товары. При этом такие соглашения будут иметь добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. Продолжается и контроль за рекламой. Чаще всего в первом полугодии 2023 года в поле зрения сотрудников антимонопольной службы Мордовии оказывалась реклама, вводящая в заблуждение, и телефонная реклама с автодозвоном. Совершенствуется законодательство о контрактной системе. В этом году стало возможно менять условия контрактов на строительство, капремонт, снос объектов капстроительства и работы по сохранению культурного наследия. Распространяется это и на контракты на срок менее года. Также есть возможность проводить электронные конкурсы, а в случае отказа победителя из-за форс-мажора можно заключить договор со вторым участником. Ирина Семенова, Народные новости. Общение с детьми и их наставниками, контроль ремонта школы и знакомство с местными музеями. Программа рабочей поездки сенатора Российской Федерации Петра Тултаева в Ковылкинский район была весьма насыщенной. Подробности далее. Первым делом Петр Тултаев посетил гимназию номер один, в которой сейчас, как и в других школах республики, работает школьный лагерь. Сенатор Российской Федерации осмотрел учебное заведение, побывал в здешнем музее, посмотрел, чем заняты школьники на каникулах, ну а затем пообщался с подрастающим поколением и педагогическим составом. У ребят была возможность задать интересующие их вопросы и получить обратную связь. Вопросы к сенатору у ребят нашлись. К примеру, школьникам было интересно, кем будущий политик мечтал быть в их возрасте. В то время очень хотелось объявить, очень хотелось. Потому что так много было, и время Натарина, он поет в космос. Дальше танкистом, дальше милистом, но в итоге я стал трудным. Следующей точкой также стала школа, но в ней вместо лагеря развернулись строительные работы, а точнее капитальный ремонт. Перемены стали возможны благодаря программе модернизации школьных систем образования. Работы идут полным ходом. К началу учебного года весь процесс ремонта будет завершен. Затем Петр Тултаев пообщался с военнослужащими из местного гарнизона, интересовался условиями их проживания, а затем все вместе они осмотрели струющиеся дома. Уже этой осенью ключи от новеньких квартир в этих пятиэтажках будут вручены военным и их семьям. Валерия Новикова, Максим Бикеев, Народные новости. Бойцы путинного студенческого отряда «Волна» отправились на Камчатку. Своё трудовое лето ребята проведут на рыбных заводах Камчатского края и острова Сахалин. Это относительно новые направления для регионального отделения РСО. В прошлом году выезжало 14 студентов, в этот раз желающих почти в три раза больше. Тёплая ностальгия о прошлой поездке на Камчатку и предвкушение новых приключений, которые начнутся уже совсем скоро. Путинный отряд один из самых молодых в республике и трудиться ребята будут дальше всех от дома. Им придётся преодолеть более 12 тысяч километров и всё для того, чтобы провести лето с пользой. Их трудовой семестр пройдёт на рыбных заводах Камчатки и Сахалина. Мы будем заниматься переработкой рыбы, очень много позиций. Есть различные цеха, есть цех заморозки, цех разделки, цех сортировки. К каждому найдётся место по душе, поэтому нужно просто брать, делать и ехать с нами. Этой весной 26 бойцов прошли окружную онлайн-школу путинных отрядов Приволжского федерального округа. Всего в новом сезоне на одной волне будут 40 ребят из Мордовии. Многие покоряют Камчатку по второму разу. Хочу сказать, что на самом деле это очень увлекательно. И я как человек, которому постоянно нужны какие-то новые эмоции, какие-то тёплые приятные воспоминания, то есть я не могу постоянно как-то усидеть на месте. И для меня эта поездка была просто очень вау, очень крутая. Для студента это на самом деле очень хорошая возможность как и заработать денег, так и познакомиться с новыми ребятами, которые там живут в различных уголках России, как и с Ульяновска, с Мариэл, с Татарстана и абсолютно любые другие города. Поэтому я считаю, что когда есть такая возможность, нужно за это браться, не отпускать. И я думаю, что все ребята, которые мы новички в этом году, они приедут, и у них останутся только хорошие и приятные впечатления. Я первый раз полетел на Камчатку год назад, это была очень спонтанная поездка. Я могу сказать, что я ни разу об этом не пожалел, потому что это свобода, это приключение, это непередаваемые чувства, когда слева от тебя находятся вулканы, горы, а справа от тебя находится тихий океан. Алена Спиркина среди новичков закончила первый курс юридического факультета, однако после успешной сдачи сессии размеренному летнему отдыху предпочла новые впечатления и возможности. Я еду на самом деле с отличным настроением, хочу получить много новых впечатлений от этой поездки. Меня пригласил в студенческий отряд бывший командир Кристина Матявина, рассказала, что можно заработать денег, да вообще, в принципе, путешествовать на Камчатку, тем более все оплачивает работодатель, очень даже, как бы сказать, удобно. Бойцы путиного отряда будут трудиться на Камчатке до конца августа, а осенью они вернутся домой с новым опытом, впечатлениями и безграничным желанием снова оказаться на берегу океана. Ольга Данилова, Народные новости. Музей имени Воронина – первый в регионе участник проекта «Прожектор». 11 июля в его конференц-зале прошла первая встреча с волонтерами. Совсем скоро им предстоит сделать музей ближе к посетителям, а историю родного края, доступной для всех. Подробнее об этой креативной лаборатории и о том, как можно модернизировать работу музеев, расскажут Валерия Новикова и Станислав Семин. Проект «Прожектор» стартовал в России в мае этого года по инициативе волонтеров культуры и Ассоциации волонтерских центров. Его главная цель – привлечь внимание к учреждениям культуры. Информационно подсветить их помогут добровольцы, ведь они могут рассказать историю музея в новом формате и в новом ключе. Сейчас задача волонтерского сообщества – это, если так говорить о СММ, продвижение, популяризация именно теми способами и теми механизмами и тем, как они видят музей со стороны. Для музеев этот проект новаторский, но они быстро включились в работу и уже предложили студентам-практикантам МГПУ имени Евсевьева идею, которую можно быстро и интересно реализовать. Первым в лучах прожектора окажется музейно-архивный комплекс «Мордовское подворье». Мы решили модернизировать работу музея тем, что снимем виртуальную экскурсию. Это позволит молодежи узнать новую информацию в доступном для нее варианте. То есть есть люди, которые боятся, есть люди, которым просто некомфортно куда-то ходить, они смогут зайти на сайт и открыть. К проекту могут присоединиться все желающие сделать музей малой родины ближе к потенциальным посетителям. История родного края и родной страны должна быть понятна и доступна каждому. Валерия Новикова, Станислав Семин, Народные новости. Время добра и любви. В Паракино провели праздник семейного досуга «Ашолисьма», что в переводе с мордовского значит «белый родник». Его посвятили Дню семьи, любви и верности. Для гостей работали культурные и спортивные площадки, а самых юных участников праздника ждала игровая зона. День семьи, любви и верности жители и гости Паракино отмечали на свежем воздухе у старого родника «Ашолисьма». Это место значимо для сельчан. По рассказам старожилов, раньше сюда приходили просить об исполнении самых заветных желаний. Наши предки всегда любые праздники встречали на природе. Все вместе. Поэтому мы чтим традиции, продолжаем это и понимаем, насколько сегодняшний день важна ценность семьи, ценность патриотизма, любви к малой родине воспитывать и передавать новым поколениям. День семьи, любви и верности – праздник относительно молодой. Однако его история уходит своими корнями в далекое прошлое. 8 июля – память святых благоверных Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья. А как его сохранить и что для этого нужно, точно знают гости праздника. Мы считаем, что это взаимопонимание. Нужно отсечь свое «я» и делать для семьи все необходимое, чтобы она была крепкая и счастливая. Нужно доверять друг другу, любить, ценить и уважать. Терпение, уважение, ну и любовь. Точно так же, правильно сказал. Все тоже. Любовь, первым долгом уважение. В Паракино съехали из десятки семей со всей республики. Для них организовали развлекательные площадки. Нагулять аппетит на свежем воздухе не составит труда. На это у организаторов есть ответ. Большая кастрюля ароматного супа, сваренного на костре. Каждый мог поучаствовать в спортивных играх, сделать памятные фото, угоститься национальными блюдами и напитками, а также познакомиться со старинными традициями и обрядами. Очень нравится праздник. Если будет шанс, мы приедем обязательно еще. Да, мы обязательно вернемся, потому что это круто. Можно провести время с другими поколениями. Они танцуют равни с собой. Это очень круто. Такой обмен энергии, это просто невероятно. Такие люди дружелюбные. Мы с Чамзинского района. Нам очень все понравилось. Специально приехали на праздник. Мы каждый год приходим сюда, приезжаем. Да, замечательный праздник. Да, мне тоже очень понравилось. Я, конечно, родом отсюда и очень довольна. Спасибо. Праздник Ашулисьма «Белый родник» проводится в Паракино ежегодно. Он создавался для того, чтобы объединить тех, чья судьба связана с этим арзианским селом. Так и получилось. Только сейчас на праздник съезжаются не только уроженцы Паракина, но и гости со всей республики. И в следующем году у них снова будет повод собраться на свежем воздухе и попросить у белого родника счастья и благополучия себе и всем близким. Ольга Данилова, Народные новости, Бышеберезняковский район. Стас Намин преуспел в музыке, в продюсировании, в режиссуре, фотографии. 11 июля саранской публике представили еще одну грань его личности. Посетив музей имени Эрзи, можно оценить его талант художника. На открытии персональной выставки в поисках красоты. Побывала наша съемочная группа. Вечер вторника в Музее изобразительных искусств имени Эрзи был полностью посвящен лидеру легендарной группы «Цветы» Стасу Намину. Речь шла о его творчестве. Талант мастера многогранен. На этот раз основное внимание было приковано все же не к музыке, а к изобразительному искусству. С приветственным словом к присутствующим обратился сам автор представленных работ. Правда, пока дистанционно. Вообще, все, что я пытаюсь сделать в искусстве, и в музыке, и в живописи, это мои поиски красоты. Поэтому я так назвал выставку. Я очень надеюсь, что она вам понравится. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Выставка в поисках красоты объединила 66 работ. Все они разбиты на 6 серий. «Тайная жизнь бабочек и цветов», «Армения», «Лошади», «Лица свободы», «Гений Пикассо», «Точки опоры». Многогранность личности автора отчетливо прослеживается и в использованных материалах, и в стиле исполнения работ. Даже в живописи Стас Намин не остановился на определенном направлении, а попробовал разные. Всегда очень интересно увидеть неожиданный взгляд человека, который, казалось бы, непрофессиональный художник, не с детства учился живописи, а вот пришел к ней с годами, наверное, потому что накопилось что-то, что он хотел бы сказать людям еще и при помощи живописного, изобразительного искусства, не только при помощи любимой нами музыки. Выставка Стаса Намина будет интересна людям различных возрастов. К примеру, взрослые смогут оценить красоту Армении, а детям придутся по душе яркие дуэты бабочек и цветов. Убедиться в этом время есть, выставка будет работать ровно месяц. Анастасия Кулагина, Сергей Соколов, Владимир Ильин. Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Елена Решетникова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.